Пишется, да, уже? Знаешь, что мне нравится? Время полшестого, а я недавно позавтракал. Нет, вдруг пообедал блинчиками. Парни, ролик будет, наверное, для многих долгожданным. У нас же открытие сервиса в Москве, да, и всем мне разрывает просто нахрен директ. Женя, когда что будет происходить? Да, руби. Это будет лайвик, поэтому вполне возможно. Так, телефон на беззвучный, все огонь. Типа, почему мы планировали вообще открыться, мы уже должны были работать. Вот сегодня у нас на часах 27 октября, я планировал в середине октября уже открыться, потому что когда мы приобретали бизнес, а мы покупали бизнес, покупали не за маленькие деньги, нам говорили одни параметры помещения. Параметры помещения оказались немного другими, поэтому мы столкнулись с некоторыми проблемами, и происходит куча переделок. Здесь пока срачно, это вообще не стоит никакого внимания обращать, здесь не будет никакой мебели из того, что сейчас находится. Все это будет перекрашено, стены будут перекрашены, все будет сделано нормально. Так, свет, да будет свет. Это помещение развалов, оно отдельное, пока идет стройка, да, здесь пылища, будет еще раз делаться капитальная уборка, потом всего помещения, все будет подзамазываться, чтобы было нормально, здесь мы покрасили стены, это заняло совсем немного времени, это помещение, наверное, меньше всего моих нервов сожрало. Из всего того, что есть, развальный стенд в хорошем состоянии, потому что мы выкупали бизнес, он бэушный, да, понятно, мы его немножко причешем, наверное, покрасим, либо что-то типа того сделаем, если, конечно же, успеем, потому что по времени мы вообще уже везде вылетели, куда только можно. Дальше вылетать абсолютно некуда. Сейчас мы идем в следующее помещение, это у нас, получается, помещение под диагностику. Давай я сейчас даю до света, чтобы парням показать. Ну, естественно, что, где должна быть старая Audi? Старая Audi должна быть в автосервисе. Это, собственно, классика. Мне вот это вот нравится, кстати. Мы заплатили за ремонт ворот, да, а они почему-то оттягиваются вверх. Короче, теперь еще и ворота повторно переделывают, потому что из-под них прям тянет. Я даже на ролике заметил, мы тогда снимали, на ролике заметил, что это происходит. Собственно, здесь частично покрашены стены, и как это часто происходит с коммерческими помещениями, ты думаешь, что все стены будут хорошие? Нет, нет, материалы, как правило, в коммерческих помещениях. Все делается из того, что было, да, мягко говоря. И потом тебе с этим как-то надо работать, тебе как-то с этим надо жить. По света у нас здесь нам в целом всего хватает. Это, скорее всего, будет именно пост под диагностику. То, что здесь будет переделываться, мы будем полностью ребилдить этот подъемник, потому что на нем вообще нельзя поднимать машины. Это противозаконно, нецелесообразно, поэтому у этого подъемника будет капремонт. Так как новые подъемники сейчас стоят от 200 тысяч рублей за каждый, нам проще это за 40 тысяч отремонтировать. Примерно 40 тысяч нам выставили счет за ремонт конкретно этого подъемника. И что сюда? Еще надо будет докупить все диагностическое оборудование, которого нам не хватает, будем честными. Столы надо сделать. А здесь у нас помещение мойки. И, собственно, изначально мы думали, что произойдет. Мы просто помоем стены, и на этом ремонт на мойке закончится. То есть мы сюда даже особо ничего не закладывали по бюджету. И это оказалось ошибкой, потому что приехал Костян, мой товарищ, он тоже из Питера, он же в Москве долгое время живет. И он, наверное, один из лучших дитейлеров в России. Вот его инстаграм будет личный. Собственно, у них есть дитейлинг-центр где-то в районе МГУ. Костян приехал, чтобы помочь с оборудованием под мойку, рассказать, что, кого, как, какое оборудование использовать. И, короче, все нахер забраковал, кроме пистолета. Из старого здесь остается пистолет. Мы меняем шланги, потому что шланги подорваны. И он сказал, ты просто не видел, как они взрываются. Я Костян уверен, я не хочу видеть, как они взрываются. Мы меняем шланги. Мы меняем воздух, потому что здесь просто воздух. Мы меняем свет полностью, потому что при таком свете нельзя машину нормально помыть. Так как нет нижней линии света для того, чтобы, грубо говоря, где двери, пороги, вот эти плоскости можно было нормально помыть. Это все нужно докидывать. Это все заказалось в светильнике сейчас под заказ на производстве, потому что там цена адекватная. Если брать сразу же из наличия, цена на плюс 30-40% дороже. С учетом общего объема денег, а я думаю, вам это больше всего интересно, да, эта сумма не маленькая. О ней мы поговорим ближе к концу ролика примерно. Прикинем, как бы прям точные цифры я сейчас не смогу сказать, потому что все еще идет стройка. Но об этом мы обязательно поговорим. Так вот, помимо света нужно доделывать вот эту решетку. Это все время, это все материал. За ним всегда нужно съездить. Его всегда нужно купить. Это никогда не считается наперед, как оказалось, в стройке. То есть это все как будто бы... Нам надо завтра. Такой, вот, отлично. И ты это узнаешь в 6 вечера, начинаешь подпрыгивать, заказывать, быстро всех обзванивать. И так постоянно. Так вообще со всем, что происходит в стройке. Мы недавно электрику заказывали. Я счет по электрике получал 4 или 5 часов. У них не работал сайт. Бывают технические проблемы. Я поговорил с четырьмя или с пятью менеджерами. Я уже хотел их просто слать на три веселые буквы. Какого хера? Я не буду называть компанию, но это крупнейшая федеральная компания, как я понял, которая занимается проводами, счетчиками всей вот этой вот истории. Только в провода ушло порядка 60 тысяч рублей. Свет еще, по-моему, 90 заплатили за все светильники, которые нам нужны. Также, востреблено прямо в этом помещении, да? Вот ты покупаешь бизнес. Вот такой прикол. Смотри, а это вообще прям. Ты берешь, тебе грустно на работе, да? Ты такой думаешь, я всю жизнь ебан. Два пальца облизываешь, в розетку просто свершиваешься. Вот такая вот розетка. Ну, кайф же, кайф. Воздух. Смотри, то есть, я не могу обвинять никого. Каждый ведет бизнес по-своему, да? Воздушная система. Это у нас подъемники, это у нас компрессора, это пневмоинструмент. Это супер важный элемент вообще в любом автосервисе. Здесь просто труба. Здесь должен быть фильтр и маслоуловитель. Если этого нету, пневмоинструмент, пневмопистолет, они вылетают из строя за пару-тройку месяцев. Один пневмопистолет стоит нормальный от пятнашки. От пятнашки. То это такой, нормально Китай будет, да? Если мы берем прям хороший, это тридцаточка. Просто, ну, докинь, типа, здесь вот в один пост вложить десять тысяч. Просто десять тысяч вложил, сделал, следишь за фильтрами, обслуживаешь, у тебя пневмопистолет служит годами. У нас в Питере за все время вылетело два пневмопистолета. Три с половиной года работы. Типа, и вот оно все так. Надо розетки докидывать, надо перетягивать. Воздух вообще по-другому разводить надо. Воздух выведен крайне странно. Вот сюда, например, воздух выведен, да? Мы его хотим перекинуть туда, либо туда мы будем смотреть. Либо мы его будем выводить посередине. Все это нужно мне в малине. Эти трубки нужны. Это все будет выводиться, переводиться, переделываться, переустраиваться. Ой! Как я представляю все это счастье, сколько еще предстоит. Но уже на самом деле ввязались, уже есть понимание. Потому что до этого в Питере, например, стройкой занимался не я, а мой партнер. То есть, точнее как, парни отстроились, мы потом пришли, занимались запчастями, потом мы объединились. Я никогда не сталкивался со стройкой, как бы, и поэтому Дане огромное спасибо за то, что он помогал, консультировал вообще всем пацанам, кто меня консультировал по тем или иным вещам, потому что без этого у меня бы, наверное, вообще крыша уехала нахрен. Здесь как бы все понятно, здесь мы уже покрасились. Давай Клинскую хоть покажем, нормально-то. Она выглядит вот так. Типа в ней сейчас едят, благо, что в ней не спят. У нас есть столы из чайханы. Прикинь, ты такой в автосервис приходишь, а тут чайхана ставил. И это все продается, это все продается за 3 копейки. Переделаем потолок. Надо натяжной потолок заказать. Я забыл про него, он до счета платить натяжной потолок. Выкинем нахрен этот телек с этими стеллажами, что-то надо сделать. Поэтому что мы? Мы меняем диваны, меняем Клинскую зону. Здесь вообще ничего не останется в том виде, как оно есть. Вообще ничего, абсолютно. Здесь будет поменен цвет. Смотри, вот причем, обратите внимание на пол. Единственное, что остается, это пол. И у нас еще здесь будет надпись. При изготовлении пола ни один GTI не пострадал. Потому что он в клеточку цвета GTI. Это прикольно. Мы закупили сейчас оргтехника ставится, протягивается проводка новая по интернету, потому что она была сделана просто. Я не знаю, кто здесь тянул интернет. Он все время лагал, потому что роутеры друг с другом ругались. Заказали другие роутеры, перетянули все. Ну, чтобы можно было нормально по человечески работать, чтобы мы не упирались раз в неделю в какие-то вот эти технические проблемы. Проще один раз нормально сделать, проплакаться, проплатить, и потом все, чтобы было хорошо. Что-то, а, кондей вот останется. Он тоже будет перевешиваться на сливную. Вот просто наведи на кондей. Бать его ровно нельзя было сделать. Смотри, ты вот типа ставишь кондей, да? Такой ровно сделать. На пару сантиметров опустим, ну типа. Что? Ну дует и дует. Just do it. Ну, это внешне эстетически у тебя человек приходит, он смотрит же на него. Причем по другим помещениям нет кондиционеров, и мы будем к лету скорее всего доставлять кондиционеры, будем смотреть по погоде. Примерно ориентироваться на погоду летом, потому что если пацаны будут работать в жаре, в механике, это прям дичь, они просто помрут. Стойка рецепции. Ну типа, зачем тебе стойка рецепции? Я никогда их не любил. Ты такой, типа, приходишь куда-нибудь в заведение, вот так вот стоишь, такое ощущение, что ты как клиент, да, от тебя отгораждаются. У нас будут просто низкие столы, где, ну, клиент видит сотрудника. Типа, ну это какое-то открытое общение банально. Сейчас мы переходим в мое самое больное место. Как вообще изначально задумывалось? То есть изначально задумывалось что? В этом помещении был кривой косой пол, он был залит антипылью. Я знаю, что такое антипыль. Антипыль это та вещь, которая вытирается за полтора сезона. Какую бы ты антипыль не покрывал, чтобы тебе не говорили, чтобы не происходило полтора сезона, все, этой антипыли нету, и ее потом приходится переливать. А это у тебя простое сервисы, и вся вот эта вот история. Было принято больное стратегическое решение, то, что мы, поскольку во всех помещениях у нас плитка, да, кроме этого помещения, мы приподнимаем пол, и мы его приподняли на 13 сантиметров примерно, равняем этот пол и ложим сюда плитку. То, что сейчас пацаны и делают. Для того, чтобы в сервисе было чисто, аккуратно, потому что, то есть если бы это было какое-то крайнее помещение, вполне возможно мы бы забили, потому что есть здравый смысл, да, есть картинка, которую ты хочешь дать, есть то, в чем ты хочешь работать, но есть реалии, типа. И пока там супер лакшери сервис, мы себе не можем позволить построить. Соответственно, а здесь у нас место, которое посередине, отсюда будут ходить мастера-приемщики в клиентскую зону, отсюда машины на развал, отсюда машины на мойку люди будут ходить, отсюда будут ходить на склад, который там сейчас отстраивается, отсюда будет ходить тот бокс. И получается так, что у тебя центральное место, оно в говне, и все говно растаскивается по боксу. И мы такие думали, сейчас 300 тысяч уложимся в пол. Вот так вот. Я не хочу считать, сколько встал пол, но это уже точно больше 300 тысяч рублей, потому что в общей сложности под все помещения мы залили 32 куба бетона. Это сколько бетономешалок? 4 бетономешалок? Нет, 5. 5 бетономешалок было, они 9-кубовые, 5 бетономешалок приехало. 32 куба просто. И мы заливали это там до ночи, бедные пацаны. Все это заливали, все это ровняли, как бы, и, собственно, к чему это нас привело? Привело это нас к тому, что все увеличивается по срокам. Увеличивается по срокам, потому что бетон этот будет вставать минимум 2 недели до момента, когда мы сможем туда поставить подъемники. Не работать на них, просто поставить. И у меня была идея какая? То есть, вот это помещение заливается, да, но есть там помещение, которое я покажу позже. там по словам с бетоном все было огонь, потому что туда поставили мальярку, и там бетона было 60-70 сантиметров. То есть, все знают, что это прям вот за глаза и за уши, но когда мы начали засверливаться и смотреть, оказалось вот так. 10 сантиметров бетона, щебень, и дальше еще что-то типа бетона. То есть, под это нельзя было ставить подъемники, это банально было опасно, поэтому там тоже все засверливалось и запиливалось. Здесь у нас покрашена частично стену, все это будет отмываться, вся логистика будет перестраиваться, и здесь у нас возник момент боли. Нам когда обсчитывали подъемники, не учли вот эту колонну, которая стоит посередине, и сюда должен был залететь третий подъемник. Но третий подъемник сюда не залетит, ни при каких обстоятельствах, это невозможно. То есть, был еще один вариант, давай покажем. Мы могли раздолбить стену, чтобы машина дальше ушла туда и сместить сам склад, уменьшить склад, но сделать вот сюда машина места, чтобы туда машина заехала. Этого тоже нельзя сделать, потому что стена несущая. Если мы ее снесем, мы снесем себе однажды голову всем этим знаниям, оно просто так в один прекрасный момент скажет и все. Соответственно, поэтому мы этого тоже не делали. Здесь воздух надо перетягивать, все это надо перетягивать. То есть, кажется, это вроде бы все нормально, но в какой-то момент, когда ты начинаешь утыкаться в мелочи, мелочи прям тебя очень сильно убивают. Банально электрика, вот там электрощиты, да, у нас, их мы тоже переделываем полностью, потому что они тупо опасные. То есть, они сделаны неправильно, они сделаны не по стандартам, это все надо переделывать для того, чтобы, во-первых, люди не пострадали, а во-вторых, для того, чтобы, когда придет какая-то проверка, у нас все было вот так вот, чтобы для нас не докопались, чтобы мы просто работали, а не упарывались во все вот эти бюрократические истории. Собственно, здесь мы потихоньку попадаем на территорию склада, он сейчас обшит, там внутри находится все оборудование, которое мы покупали. Логичный вопрос, как мы это все будем вытаскивать? О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Весело и задорно. Весело и задорно, особенно вон станок для оправки дисков, который весит полтонны. На самом деле будет вытаскиваться очень просто, эти листы расшиваются, и все, вытаскиваются и зашиваются обратно. То есть нам сейчас, наша задача была понять, что у нас хватает материала, сюда встанет дверь, и у меня на самом деле есть идея, мы потом там усилимся и сделаем окно выдачи. Чтобы на склад никто лишний не заходил, потому что на складе специнструмент, на складе запчасти, материальные ценности и так далее. То есть склад это всегда самое дорогое в сервисе, и я хочу, чтобы вся спецуха, она выдавалась там под человека, чтобы была понятна ответственность, чтобы инструмент дольше ходил, потому что в Питере у нас была проблема, то что инструмент сыпался. кто кто его разломал чего кого это непонятно здесь кстати у меня есть идея мы накинем розеток наверное сюда поставим столы либо стеллажи и тут будет заряжаться весь инструмент типа к ним шуруповертов фонарики фонарики и так далее будет место все то есть у каждого поста будет своя тележка за которые люди будут ответственные то есть смене будут работать будут ответственным в дальнейшем денег станет побольше вполне возможно просто каждому механику дадим свою тележку он уже за не будет персонально ответственно здесь я вижу что нам все-таки они здесь хватит здесь достаточно света еще один светильник просто повесить мы их брали с запасом плюс 6 по моему плюс 6 светильников мы брали и вот комната надежд и разочарований таких эмоциональных качелей мне в жизни не устраивал никто абсолютно с чего бы начать типа здесь была малярка которую мы продали мы продали ребятам из кузов порта они приехали посмотрели забрали малярку мы продали за миллион рублей потому что ну мы продали все в сборе что там касалось малярки камера вытяжка ресивер компрессор стапель инфракрасная лампа что-то еще что-то еще куча всякого оборудования мы просто за миллион пацанам отдали пацаны расширяются сейчас они расширяются на две тысячи метров я был у них это короче жесть собственно комната надежды разочарований в чем были надежды разочарования когда мне скидывали план помещения высота потолков было 39 это значит что сюда залезет любой подъемник любой автомобиль можно обслуживать но это на грани когда мы начали мерить по фонарям оказалось 36 и я в какой-то момент понимаю что у меня камеру вывезли я ее продал и в этот момент я не могу это помещение нормально использовать под слесар а оно самое большое то есть без этого помещения смысла во всем остальном абсолютно нету потому что сюда залетает 4 подъемника немножко болезнен это мои старые эмоциональные качели в итоге мы нашли подъемники которые будут нормально работать просто я за 15 минут так все педали я я сам собой был вот это так 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 думаем думаем у 7 высота кузова высота клиренса вычитаем смотрим высоту кузова потому что ты же за лапы поднимаешь автомобиль до прибавляем там 5 10 сантиметров то что сами лапы смотрим поднимаем все все поднимается все ровно единственное что в каких-то местах мы мы приподнимем светильники для того чтобы все было нормально и типа ты представь у меня реально чувак у меня вот в этот момент камера все вентиляцию последним быть вытаскиваю с нее все вентиляцию вытаскивают пацаны вентиляцию вывозит и как бы я такой а новая камера стоит 3 плюс собрать сейчас нормальную камеру совсем малярка я такой думаю я уже думал реально переобуваться под малярку я уже думал пацанам звонить отменять сделку все им оплачивать все расходы оплачивать лишь бы ее обратно поставить а снять поставить камеру тысяча пятьдесят ну так чтобы вы понимали плюс еще фуры закажу чтобы это вывести камера вывозилась двумя фурами две фуры понадобилось для того чтобы вывести камеру как бы да как бы вот так вот здесь надо переделывать всю электрику просто всю все это перелопачивать надо довешивать вот сюда электрики нужно чтобы пробел по свету выводить розетки бетон встает здесь 60 сантиметров бетона чтобы понимать нет 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 подожди я в руку когда я вставал мне вот так вот было но то есть я могла под малярка мне как сказали при продаже что малярка там бетонное основание есть типа вообще не переживай она стоит на бетоне она оказалась на своих стоит вот я не знаю типа я никого не обвиняю вполне возможно предыдущему собственнику сказали то что но там бетон а ты чё малярку поднимать будешь такой чё ведут да в натуре бетон наш там она здоровенная она весит просто как хрен знает что плюс когда нам рисовали план помещения естественно что не учли колонны мать их колонны сюда планировалось каким образом сделать мы сюда 1 2 3 и проходной 4 какой-нибудь ставим то есть вообще нет без колонн мы сюда поставили 4 подъемника вот просто по этой длине у нас была бы большая взлетка с которым мы могли что-то делать по факту из-за колонн мы ничего этого сделать не смогли вообще ни при каких обстоятельствах и вот нами на местах заливки видно это будет раз подъемник вот здесь кстати вот здесь реально по 60 по 70 сантиметров в местах где будут устанавливаться колонны под подъемник 60 70 сантиметров то значит что мы сюда вообще в теории можем поставить подъемники под бронемашины и прям вот хардкор будет но у нас будут обычные 4 тонники нам больше не надо раз два туда третий и вот туда ножницы вставляются ножницы которые просто на пол ложится ножницы на пол час стоит 300 он 350 тысяч мы за них отдали то ли 350 или 380 я уже точной цифры не помню что я считаю что там оплачу вот так вот просто в экстренном режиме соответственно здесь чем мы еще хотим сделать здесь у нас будет закуточек для вся их всей грязи в сервисе кто понял тот понял то есть отработка железо тормозные диски буш на которые ты меняешь они куда не на металлолом и обычно не по сервису валяется и превращается все это в срач здесь вот так это все обшивается там будут бочки и тут какой-то расходный материал тоже для механиков будет лежать чтобы они могли им спокойно работать собственно там раковина есть мы тоже передел будем сюда сюда ты как начинаешь все это считать то есть но по деньгам да по деньгам мы честно говоря вылетели в ремонте потому что мы на ремонт закладывали 900 тысяч рублей ну по словам то есть в моей голове мы должны были уложиться в 500 да нет серьезно мы считали примерно это 500 и должно было встать но уже далеко улетела за миллион и пока еще конца и края этому не видно но это стройка и собственно с этим ты особо ты ничего и не поделаешь вечер когда я узнаю про высоту потолков у меня выпадает еще часть волос такая с краев мы могли отбить инвестиции врубаешься а могли отбить инвестиции сейчас все это обратно укладывать так равно ничего к самому интересному приступим к самому интересному да можно и и Субтитры сделал DimaTorzok Собственно, самое интересное это. Лично для меня, да, ну немножко отойдем. Для меня самое интересное было это ввязаться в процесс стройки, потому что для меня было невероятно страшно и непонятно. Теперь такое ощущение, что я могу открывать строительную компанию. Но я думаю, у всех, кто сталкивается с ремонтом, такое ощущение со временем приходит и такой, это же логично все, почему бы вот так вот не сделали. То есть есть определенные вещи, с которых реально горит, но во всем остальном я понимаю, что объем работы большой и он идет. То есть в сроки мы укладываем все, которые мы обозначили крайними для себя, потому что сейчас в Москве локдаун и я очень хочу открыться к 7 ноября тестово. Потому что первые две недели они будут тестовые, мы будем откатывать все бизнес-процессы, мы будем смотреть персонал, мы будем все это смотреть, наблюдать, просеивать, так сказать. Я очень надеюсь, что мы быстро наберем костяк основной. И можно поучаствовать во всей этой истории. Здесь вот будет ссылка на, как с нами связаться. Можно написать нам в инстаграм, и мы вас добавим в лист ожидания. То есть мы сейчас уже составляем лист ожидания, и он у нас примерно на 4 дня. Если вот все подъемники мы сейчас загружаем, у нас лист ожидания на 4 дня, то что люди хотят у нас сделать. Соответственно, все мы будем это делать по этапам. Что касается бабок, если вы вдруг хотите открыть автосервис. То есть на самом деле вот сейчас я считаю, что очень хорошее время открывать постгарантийную станцию, если у вас есть понимание, как этот бизнес работает. Если нет понимания, как бизнес работает, нужно идти на курсы. То есть есть курсы по обучению управленцев автосервисами, чтобы понимать, какие показатели нужно смотреть, что нужно делать. Я даже сейчас на этих курсах, чтобы вы понимали. Параллельно, к сожалению, мой наставник Сергей заболел короной. Надеюсь, точнее не надеюсь, а скорейшего ему выздоровления. Ну прям реально охрененный мировой мужик. То есть и в целом есть там чат владельцев автосервисов, куда можно вылететь, и Сергей его ведет. Я думаю, мы оставим ссылку на эту историю. И Сергей также ведет курсы по обучению управленцев. То есть многие вещи я научился на своей шкуре, многие вещи я вычитал, но чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь. И Сергей мне дал огромное количество информации. То есть я пересмотрел очень сильно свой подход к бизнесу. Что касается бабла, если вы хотите открыться, у нас здесь 520 квадратных метров. Это немало, но при этом площади они не совсем те, которые нужны под автосервис. И поэтому на 520 квадратов мы воткнули всего лишь 7 подъемников плюс 1 развал. Нет, подожди. 4, 2, 7 плюс 1. 7 подъемников, 1 развал и пост мойки. То есть у нас по сути 8 постов. И вот мы сейчас сидим в углу, который абсолютно непрекаянный. Я пока еще не понял, что с ним делать. Вполне возможно, здесь будет раздевалка для сотрудников, чтобы она не была на втором этаже. Вот тогда у нас второй этаж просто простаивает. Нельзя, чтобы площади простаивали. Либо здесь будет агрегатка под мотор, либо под коробки, либо еще под что-то. То есть когда уже коллектив соберется, мы поработаем пару-тройку месяцев, мы решим, что делать с этим непрекаянным уголком. Пока мы его назвали Гриша. Гриша стоит, ничего не делает, в нем ничего не происходит. То есть Гриша стоит определенное количество денег за квадратный метр, как бы. То есть Гриша нам пока выходит, ну, нормально. Нормально, как однуку можно снять примерно в Питере. Вот столько нам Гриша выходит. А в автосервисе это прям ненужная история. Сейчас очень сильно подросли цены на оборудование, и только в подъемнике, до закупа подъемников мы отдали 900 тысяч рублей. С чем на то, что у нас раз, два, три. Три подъемника плюс развал были. Развалы сейчас безумно дорогие, и вообще на гидравлику какой-то дефицит. Общая сумма вложений, общая сумма вложений, сколько же она уже вышла-то? Сейчас, подожди, банк клиентов. У тебя будет год. Давай. Это уже больше не стоит. Я хотел, чтобы ты не наберел цену, а в гульфиках? А в гульфиках? Ну, давай тогда мы запикаем, да? Да. Это больше трех новых гольфов. Каких? И ты все вот это считаешь. Вот такие цифры в бизнесе. И ты каждый день засыпаешь, думаешь об этом, просыпаешься, думаешь об этом. Но со временем ты привыкаешь. И да, окей, я понимаю, что там точка безубыточности. Она не такая маленькая, как могла бы быть. Но для этого нужно много качественно работать, завоевать себе имя, и все будет хорошо. Если вы вдруг хотите открыть свой сервис, то лучше начать, я бы начал с трех подъемников. Два постоянно работающие, один под завесоны. Вот так вот. Развал бы я не покупал, потому что развал не окупаемая история в любом автосервисе. То есть, если вы просто начинаете, три подъемника, все это прям идеально. Либо четыре подъемника, три работающих, один висяк. Но я бы поставил три подъемника, потому что это 100 квадратных метров. И если мы берем какой-нибудь Санкт-Петербург, это, ну, тысяч 80 аренда, это не так много. Операционные затраты тоже небольшие. Заехал, подъемники поставил. Можно же бушку купить, просто обслужил их. Там сто тысяч ты уложишься в подъемник. Это мы все новое покупаем, потому что... Я на своем опыте уже понимаю, что я лучше куплю новая. Бушка такая себе история, значит, как с бушными запчастями, так что и с бушными подъемниками. Собственно, еще почему задерживается открытие? То есть, я понимаю, что вы нам доверяете, и за это огромнейшее спасибо. Там и Стасу пишут, и мне пишут, и ребятам Автопрагмат пишут, и Вакцентр в Питере пишут. За это прям огромное спасибо. Но, типа, я понимаю, что у нас вряд ли будут проблемы с клиентами, да? Но нам нужно сразу же стартануть красиво. Нам с первого дня нужно делать качественно и хорошо. А чтобы это сделать, нужно все 10 раз перепроверить, все 10 раз обкатать, для того, чтобы когда полноценно открылись стены нашего автосервиса, любой клиент, который к нам приехал, он был доволен. Потому что мы можем как быстро взлететь, так же быстро мы можем и упасть. Вы представьте, сколько внимания к нам приковано, сколько конкурентов за нами наблюдает, сколько на нас хейта будет, чего только не будет, каких только разоблачений, я подозреваю, не будет. В любом случае, это будет интересно, но тот, кто у нас побывал один раз, он уже поймет, что вот этот весь негатив, если он вдруг появится в интернете, он будет ничем не подкреплен и вернется к нам снова. А нет ничего лучше, чем постоянный клиент. Даже с точки зрения бизнеса, не надо лишние деньги тратить на маркетинг. Клиент тебе доверяет, сотрудникам работать проще, все счастливые и довольные. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик и до скорых встреч.